Компания Lenovo провела сегодня масштабную онлайн-презентацию, на которой показала обновленные ноутбуки серии Stringpad X1. И поскольку это была региональная презентация, то вот если совсем по-честному, то это не суперновые ноутбуки. Им где-то пара месяцев, если считать от даты глобального анонса. Просто они только сейчас доехали вот в наш регион, собственно, по советских странам. Я все равно решил рассказать вам об этой презентации, об этих ноутбуках по одной простой причине. Я хочу понять, что из них мне нужно брать на тест и делать отдельные видеообзоры, а что можно просто пропустить. Ну, я реально хочу снимать видео, которые интересны либо лично мне, либо очень интересны вам. Чтобы мы вот через это как-то налаживали мостики, лучше друг друга узнавали. Поэтому давайте договариваться. Надо сказать, что компания действительно сильно обновила серию премиальных ноутбуков для бизнеса. Вот эту вот всю Lenovo Stringpad X1. Потому что если когда-то это был один ноутбук, потом их вроде как было несколько в серии, то сейчас этих X-ов наделали целую кучу под самые разные концепции, под самые разные запросы. С точки зрения технических характеристик и даже используемого шасси, они в принципе более-менее похожи. Я когда буду рассказывать о характеристиках, я буду часто повторяться с перечислением одних и тех же штук. Но при этом почти у каждого X1 есть теперь своя изюминка. Например, как вам такой кунштюк? Ноутбук без клавиатуры Lenovo Stringpad X1 Fold. Знакомая, да, приставочка? По факту это действительно как огромный складной смартфон, у которого 13,3-дюймовый OLED-экран и Windows 10. Разрешение дисплея составляет 2048 на 1536 пикселей. В комплекте к ноутбуку поставляется перо-дигитайзер, клавиатуру можно подключить по Bluetooth, имеется поддержка беспроводной зарядки, свеженький процессор Intel Core i5 L16 G7 11-го поколения, дополняется еще и встроенным 5G модемом. По-моему, штука спорная, вот именно с точки зрения того, чтобы купить ее и пользоваться ей. Однако, вау-эффект она уже собирает по всему миру, ажиотаж вокруг серии создается. Поэтому, в принципе, я понимаю, почему этот ноутбук был выпущен. И пойму, если вы захотите, чтобы я его взял на тест. Но есть серии более практичные, такая, знаете, тоже любопытная по-своему штуковина. Lenovo Syncpad X1 Nano. Это очень компактный ноутбук, у которого вес составляет всего 907 грамм. Шасси выполнены из твердого углеродного волокна и магниевого сплава. Диагональ экрана равна 13,3 дюймам, разрешение 2160 на 1350 пикселей. Матрица IPS. В некоторых моделях Nano также будет применен тачскрин, а внутри стоят сплошь процессоры Intel Core 11-го поколения. Также имеется 16 гигов оперативки и интересная аудиосистема из четырех динамиков. Два для высоких частот, два для низких. Модуль Wi-Fi 6, встроенный модем 5G, до 13 часов автономной работы. А еще в Syncpad X1 Nano и, кажется, во всех остальных ноутбуках этой серии, используется любопытная технология распознавания владельца в лицо с помощью специального датчика присутствия. Зачем он нужен? Если кто-то чужой начинает подглядывать в экран вашего ноутбука, там, попутчик, например, или коллега, и ноутбук такой, хопа, я вижу лицо незнакомого мне человека, сразу же изображение на экране ноутбука размывается. Ну, наверное, это прикольно с точки зрения Privacy. Lenovo Syncpad X1 Titanium Yoga – это такое себе развитие линейки X1 Yoga, где идеология старая, а вот шасси сделано с нуля. И здесь любопытно то, что это ноутбук с соотношением сторон 3 к 2 и диагональю 13,5 дюймов. Как обычно для йогов, конструкция позволяет крутиться и вертеться в четырех позициях. Это, естественно, ноутбук, планшет, демо-стенд и палатка. В палатке нельзя спать, но зато можно на очень маленький столик поставить ноутбук, он будет стоять и как-то можно будет работать с тачскрином. Палатка. Ну, ладно, характеристики уважаемого йога действительно весьма хороши. Например, тот же экран отличается высокой яркостью 450 нит, а его цветопередача охватывает 100% цветовой гаммы sRGB. Аппарат на ноутбук построен на платформе Intel Evo, и это означает, что быстрые процессоры во всех модификациях дополняются, в принципе, относительно неплохими встроенными графическими ускорителями, насколько Intel в принципе способна такие делать, и еще всяким обвесом вроде качественных модулей связи. Также интересно, что корпус этого ноутбука устойчив к появлению на нем жирных отпечатков пальцев. Дизайнеры поработали с поверхностью, чтобы добавить ноутбуку эстетики. Он почти все время выглядит как новенький. Ну, как бы учитывая, что это бизнес-серия, то это, в общем-то, правильно. Так вот, приходишь навстречу, достаешь ноутбук, а он у тебя выглядит, ну, красиво. Это нормально. И, наконец, что-то вроде базовой модели, то есть просто Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9, то есть девятое поколение. Это просто бизнес-ноутбук, который тонкий, легкий, у него есть все эти вышеупомянутые технологии. Соотношение сторон экрана тоже любопытное, я смотрю, Lenovo прям реально много экспериментирует. В этом ноутбуке соотношение сторон 16 к 10, и это действительно представляется мне чуть более оптимальным решением, чем стандартное 16 на 9. Ну, просто больше контента по вертикали помещается, удобнее те же веб-сайты читать. Разрешение экрана составляет вплоть до 4К, диагональ во всех модификациях 14 дюймов, матрица IPS. Также используются процессоры Intel Core 11-го поколения. В этом ноутбуке мне понравилось такое инженерное решение, что динамики теперь вывели наверх, и, соответственно, звук идет не куда-то вниз, не глушится там одеялом, на котором стоит ноутбук или столом, а сразу поставляется, так сказать, нам прямо в уши. И еще понравился датчик отпечатков пальцев, который встроен в кнопку питания. Наконец-то на презентации так и сказали, что мы наконец-то рассмотрели смартфоны, поняли вообще, что надо делать, и типа вот, сделали как в смартфонах, пожалуйста. В общем, ноутбук вроде бы неплохой, но надо его все-таки протестировать, если, конечно, надо. Еще раз пересмотрев список всех представленных сегодня ноутбуков, еще раз подчеркиваю, это региональный анонс, не надо писать, что это баян, я решил, что лично для меня максимально интересен это именно X1 Fold. Вот да, пусть он немного сомнительный с точки зрения обычного пользователя, но здесь же кроется и какой-то вызов, и мне было бы интересно протестировать именно эту модель. А какую модель было бы интересно посмотреть именно вам, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Огромное вам спасибо за то, что посмотрели эту замечательную новость, надеюсь, дела у вас хорошо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте все-таки написать комментарии, а мы удаляемся делать для вас следующее видео, потому что следующий канал, это, можно сказать, таки конвейер. Конвейер знаний, которые доставляются вам прямо в смартфон. Ну или в новую руку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok